Добрый вечер, дорогие телезрители! Среда 19.30. Включаете телевизионные приемники совершенно разного калибра и попадаете на канал национального телевидения, где идет очередной выпуск программы «Один из нас». И один из нас на этой неделе решил поинтересоваться состоянием дел с расселением из ветхого и аварийного жилья. Не секрет, что в списке тех задач и поручений руководителя нашей страны, которые относятся к так называемым майским указам, именно расселение из ветхого и аварийного жилья стоит, скажем так, на особом месте, является индикатором, скажем так, дееспособности руководства того или иного региона. И на минувшей неделе, с 17 по 19 число, руководитель счетной палаты России господин Степашин посетил очередной раз республику. Наши сегодняшние спикеры говорят, что это вполне обыденный такой визит, который, ну, вся страна, скажем так, на четком контроле по выполнению именно данных поручений. И вчера буквально было заявление о том, что бюджет республики будет подвергнут корректировке в пользу именно данной программы, программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Как же обстоят дела сегодня? Стоит ли беспокоиться вообще, чтобы прекратить всякого рода инсинуации? Мы собрали сегодняшних наших спикеров. Начинаем. Еще раз давайте перейдем со свеженькой новостью, которая еще раз в сетевых изданиях, в печатных СМИ вышла сегодня, о том, что бюджет республики будет пересмотрен, подвергнут определенной корректировке в пользу выполнения данной программы. С чем это связано и насколько это отразится, скажем так? Ну, давайте все-таки люди государственную чину, государственную чину. Павел Анатольевич. Добрый вечер, Дмитрий. Ну, вот вы сказали, Степашин, это как руководитель счетной палаты, но я хотел бы поправить. Он сейчас не является руководителем счетной палаты, он является руководителем, как называется, председателем наблюдательного совета фонда совести и реформирования ЖКХ. И именно в этой части, как вот председатель, он переезжал, переезжает, ну, раз в год он и он, и сам руководитель фонда ЦИЦИН, Константин Георгиевич, переезжает и контролирует, смотрит, как реализуется данная программа на территории нашей республики. Ну, хотелось бы сказать, что у нас на сегодняшний день реализуется этап программы, в котором мы переселяем аврины, дома, признанные непригодными для проживания, до 1 января 2012 года. Такого жилья у нас довольно-таки много, 491 тысяча квадратных метров, в которых проживает 30 тысяч граждан, это 11 700 квартир, жилых помещений. На сегодняшний день у нас программа реализована где-то на 70%. Расселено 345 тысяч квадратных метров авриинов жилья, в которых проживает где-то 21 тысяча граждан, это 8 250 жилых помещений. Что касается выделения дополнительных средств, то это связано с тем, что общий объем необходимых средств составляет более 30 миллиардов рублей. Из них 12 миллиардов рублей нам выделяет фонд содействия реформирования ЖКХ. Остальная часть в основном финансируется за счет средств республики. Ну, небольшая часть финансируется процентов где-то от 1% до 5% софинансируется из средств муниципальных образований. И вот на сегодняшний день у нас имеется дефицит средств для завершения реализации данной программы где-то в объеме 950 миллионов рублей. И при текущей корректировке половина из этих средств у нас предусматривается из нашего республиканского бюджета. Остальную часть мы сейчас проводим работу по дополнительному выделению средств из фонда содействия реформирования ЖКХ. И вот как раз руководство фонда, посетив нашу республику, убедилось, что действительно нам необходимо дополнительное выделение средств. И мы вот получив поддержку дополнительную, как раз вот работаем в направлении, чтобы доказать, что стоимость квадратного метра у нас несоизмеримо расходов по строительству больше, чем по сравнению с другими субъектами Российской Федерации. Потому что, во-первых, у нас практически все строительные материалы, кроме песка, щебня, цемента, заводятся из-за пределов нашей республики. При этом стоимость строительных материалов по сравнению, например, с Подмосковьем в два раза больше, выше. И, кроме того, это на территории города Якутска. Я не веду речь о других муниципальных образованиях, до которых еще надо довести строительные материалы с нашими тяжелыми транспортными составляющими. Ну, все, наверное, видели, как до Колымы доезжают. Вот вчера показывали, кстати говоря, третий раз, по-моему, показывали про отдальнобойщика, который, Василия, который ехал как раз доставлять строительные материалы для нашего дома, который строится в Зырянке. Ну, строился в 2014 году. Снимали... Дискавери. Дискавери снимали. Очень такой познавательный. Не секрет, что оговорочка все-таки по Фрейду. Счетная палата – это все-таки высший орган государственного контроля. Все-таки еще раз я хотел бы напомнить, что выполнение данной программы стоит на особом контроле у руководства страны. И Сергей Степашин на своем посту, нынешнем посту заместитель руководителя, скажем так, более чем на своем месте. Именно на сайте фонда реформирования ЖКХ я прошелся по регионам, вернее, меня интересовал, конечно, наш регион, и где обнаружены, скажем так, три, ну не скажу, что болевые точки, да, а помеченные. Там же очень много индикаторов таких расположено, да, там, различного цвета, различную фигуру даже. И стоит особо вот то муниципальное образование, куда и ездили руководство фонда совместно с руководством регион Нерингре. В Нерингре, ну, у многих экспертов, скажем так, не только в нашей республике, но и, может быть, и даже за пределами, складывается мнение такого, что именно в этом муниципальном образовании возможно какие-то непредвиденные обстоятельства, которые помешают, может быть, или оттянут выполнение данной программы. Вот давайте комментарии. Ну, что касается Нерингренского района и вообще населенных пунктов Нерингренского района, то действительно из всего объема аварийного жилья, признанного до 2012 года, самый большой объем находится именно там. Одна треть всего объема находится именно в Нерингренском районе. Это город Нерингре, поселок Чульман, поселок Серебряный Бор и Беркакит. По Веркакит у нас там в основном перебитение со вторичного рынка идет. По Нерингре мы в прошлые годы практиковали тоже перебитение со вторичного рынка, пока этот рынок практически не иссяк. Однокомнатные, двухкомнатные квартиры все уже выкуплены по нескольку раз, даже выкуплены, потому что гражданин, который живет в аварийном доме, приобретается квартира со вторичного рынка, однокомнатная. Он сразу же хочет его реализовать и выехать за пределы республики. И если муниципальное образование объявляет аукцион, он также участвует и продает данную квартиру. То есть другим жителям данного муниципального образования, которые также страждуст получить по данной программе. Да, совершенно верно. По, например, поселке Серебряный Бор, Чульман, ну и даже по городу Нерингре строительство, хотя вот Нерингринский район считается промышленным районом, но там в период спада, в период 90-х годов все строительные предприятия исчезли. Там нету даже кранов, нормальных техник такой не было. И, например, песка даже там найти невозможно. Наши застройщики, которые работают там, им приходится завозить песок с Нижнего Бестяха до Нерингре. Далеко давайте не ходить. Вот, товарищ, у нас представляет строймонтаж 2002. Ну, давайте вот по нормальному, по человеческому, как там дела-то обстоят? Ну, мы не строим непосредственно четыре объекта по программе переселения. Это в поселке Чульман, это три 24-квартирных дома и один 18-квартирный дом. Ну, проблемы, конечно, есть, строительство не всегда есть. Это проблемы, как уже сказали, и по материалам, по поставке этих материалов, по наличию этих материалов. Ну, есть и вопросы, связанные непосредственно с организацией строительства и его проведением. То есть, вот, мы заключили договор на строительство в конце 2016 года, и уже к 1 августа мы должны эти объекты сдать под ключ с отделкой чистовой. Ну, работы-то, естественно, ведутся по графику, но есть вопросы, допустим, по финансированию. То есть финансирование оно имеется, но есть задержка, допустим, по оформлению выполненных работ и получению денежных средств уже для продолжения строительства. Есть вопросы по технологическому присоединению. Есть энергоснабжающие организации, они помогают нам, но сроки, которые они ставят, они зачастую превосходят по, ну, эти сроки для сдачи домов. То есть, мы в августе должны уже сдать, а в сентябре только обеспечат технологическое присоединение. Ну, нам промагает со всех сторон, Минстрой помогает, но, как бы, проблемы есть, и они решаются. А со стороны муниципалитета вот какая поддержка? Ну, муниципалитет, он является основным заказчиком, конечно же, он бьется за финансирование, бьется, чтобы деньги поступали нам за выполненные работы по графику, но, как бы, он в рамках своих полномочий. А в тех моментах, которые вы сказали, в основном, часть технологического присоединения, да, муниципалитеты имеют ли какие-либо рычаги, чтобы... Ну, у нас ресурсоснабжающие организации, они же в основном... Независимые. Независимые, да, на них очень сложно повлиять. Тем более, у них уже установлены тарифы, защищенные РЭКом. И повлиять на их стоимость уже невозможно. Повлиять на сроки только... Нет, в части, да, сроков. Ну, мы уже идем, как бы, на взаимопомощь друг к другу, то есть мы сами непосредственно выполняем часть работы по технологическому присоединению, чтобы ускорить эти сроки, помочь ресурсоснабжающей организации, потому что они же тоже, опять-таки, дело же в деньгах, потому что мы вынуждены получать деньги за выполненные работы и платить им за технологическое присоединение. Они, в свою очередь, приобретают материалы и уже начинают это присоединение осуществлять. Поэтому, ну, проблемы друг за другом идут, ну, еще раз говорю. Но они решаемы или нет? Они решаемы. Или все так плохо, как нас некоторые нагнетают? Да нет, ну, в нашем случае это не так все плохо. Администрация поселка Чульман идет нам на встречу. Помогает, по крайней мере. Ну, сроки, конечно, короткие. Мы стараемся эту программу поддержать, чтобы она была по графику проходила. Кстати, еще раз проапеллирую к словам руководства страны, которая буквально в начале мая еще раз поставила на вид, скажем, тем органам государственной власти, тем компаниям, которые задействованы в программе, что, несмотря на сроки, ну, главное, нужно ставить в углы, в угла нужно качество. Качество выполненных работ, качество объектов, которые по данной программе будут введены. Ну, наверное, все-таки это справедливо, да, то есть какая-то возможность в связи с этим, я не знаю, как устроительная часть этой экспертизы проходит и так далее, возможно, корректировка сроков именно по этой причине. То есть срок либо, как говорит август, либо все-таки может сдвинуться из-за требований высокого качества на немножко такой более поздний. Ну, требование закона, 184-го федерального закона, ну, закон требует, чтобы до сентября программа была реализована до конца. То есть объекты были построены, чтобы квартиры оформлены в муниципальную собственность, и граждане были переселены путем заключения договоров или мены, или договоров социального найма. Есть, конечно, проблемные объекты, в том числе и в Нерангеринском районе, которые у нас, ну, по графику не могут в эти сроки уложиться. Мы сейчас проводим работу, чтобы, во-первых, ускорить строительство этих объектов, конечно, не в ущерб качеству. И, второе, ну, собираем необходимые документы, чтобы попробовать растянуть, конечно, срок по тем объектам, которые здесь реально не могут быть завершены по субъективным и объективным причинам до срока, указанного в законе. То есть небольшая тяжка все-таки может быть предусмотрена, да? Ну, мы надеемся на это, что по некоторым нашим объектам нам простят, ну, с учетом того, чтобы не в ущерб качеству мы немножко растянули сроки. Все-таки, товарищ Костенко, вы были в Нерангере, как там, вот, вы тоже, как специалист, можете давать предварительную оценку и так далее? Вот даже если застройщики и подрядчики, они приложат все силы и так далее, все-таки есть ли какие-либо специфические, возможно, какие-то болевые точки и так далее? Конкретно в Нерангере? На самом деле, Нерангере, вот Павел Анатольевич уже говорил, да, принимает в Нерангеринском районе участие четыре муниципальных образования. И если, допустим, в Беркаките программа на сегодня уже завершена, и завершена она путем приобретения на вторичном рынке, то, допустим, в Нерангере, Серебряном Бару и Чульмане, там идет и строительство, и приобретение на вторичном рынке. Значит, если говорить конкретно о Чульмане, да, на сегодня, значит, там в строительстве находятся 10 домов. Значит, четыре дома были сданы в январе-марте этого года, сейчас они готовятся к заселению. Два дома у нас идут с отставанием от графика. С отставанием графика где-то уже на сегодня более пяти месяцев. Но эти дома строятся, они живые, и мы считаем, что к сентябрю они будут сданы. Значит, еще восемь домов, которые на сегодня строятся, в том числе вот четыре дома, «Строймонтаж-2002», эти дома сейчас находятся на стадии завершения коробок зданий. И при надлежащих темпах, которые сейчас строятся, мы считаем, что полностью по Чульману программа будет завершена. То, что касается, значит, города Нерюнгри. Сейчас там готовятся к сдаче и будут сданы вот буквально, значит, в июне и в июле два дома. Алькур строит эти дома, значит, из три дома сданы, вот два ожидается в сдачу, да. И, значит, еще строятся три дома, три девятиэтажных. Вот по ним на сегодня мы видим очень-очень-очень крайне напряженную ситуацию. Значит, там во многом она связана, и там зашла дальневосточная компания «Дальстрой», которая завезла китайскую рабочую силу. Но вопросы нашего там миграционного законодательства не позволили. Значит, сейчас они меняют людей, поэтому там есть определенные сложности. Но, тем не менее, на сегодня застройщик гарантирует, что в сентябре месяце дома будут завершены. Возможно, конечно, затяжка по оформлению документации и передачи граждан. Это то, что касается Неринга. То, что касается, значит, Серебряного Бора. В Серебряном Бору тоже работает, на самом деле, несколько подрядчиков. Кто-то из них сдает срок, у кого-то готовность выше, у кого-то ниже. Значит, отставание идет по группе компаний «Рост». Но работы на объектах ведутся, ведутся полным фронтом. И по заверению, значит, подрядчиков в сентябре дома будут стоять. Но мы это держим на очень таком жестком контроле. Поэтому ведем работу в этом направлении. Ну, лишь бы, да, скажем. Ну, почему лишь бы? Я думаю, что все-таки при таком напряжении всех сил, да, всех финансовых, законодательных, можно сказать, всех административных и так далее, данная программа будет выполнена. Остается, еще раз говорю, надеяться на то, что по всей республике. Вот третий проблемный, не проблемный, а вот муниципальное образование, где возникали вопросы, это в Вилюйске. Буквально до того, как мы уйдем на рекламную паузу, начнем с Вилюйск, потом во втором блоке мы перейдем к Якутску. Ну, в Вилюйске на сегодняшний день строится 7 объектов с низкими темпами строительства, так сказать, с большим отставанием, да. По тем объектам также у нас мы взяли на контроль эти строительства, вот этих объектов, и до конца года предполагаем, что строительство будет завершено по всем объектам. Ну, там застройщики довольно-таки сильные компании, и таких больших проблем, я думаю, что по самому Вилюйску не будет. Хорошо, и сразу после рекламной паузы, которая неизбежна как выполнение программы переселения из ветхого жилья на канале НВК, мы перейдем к тем вопросам, которые у нас есть по городу Якутску. И я призываю телезрителей активнее подключаться к нашим прямым эфирам, мы работаем в прямом эфире, после рекламы сразу мы вернемся. Мы продолжаем обсуждение выполнения программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Да, мы коснулись тех муниципальных регионов, которые, кроме столицы, ну, по столице-то еще более или менее стабильная ситуация. Вот в Нерингере раз туда специально выехали и Степашин, и Цицын, и руководители нашего региона, видимо, там немножко-немножко программа как бы требует более тщательного подхода, более тщательного внимания. И наши во время рекламной паузы, наши вот зрители, которые следят за выпуском нашей программы, да, есть такие, есть такие, они спрашивают, возможно, говорят, в Нерингере какой-то коррупционный момент. И кто вернет вот эти деньги, которые уже были направлены, которые, возможно, выехали уже за пределы республики. Мы, конечно, не правоохранительные органы, да, то есть оценку каким-либо действием тех или иных должностных лиц или фирм, которые были задействованы в данном процессе в Нерингере, мы давать не можем. Ну, давайте, абстрагируясь, возможно. Насколько там сильны потери? Мы сильно абстрагироваться не будем, да. Значит, у нас зашла одна московская фирма на строительство двух домов. Ей был получен аванс в размере 30% на строительство, и работы не были выполнены. Значит, работы не были выполнены, поэтому в связи с этим городом в Нерингере были расторгнуты контракты, значит, переданы дела в арбитражный суд по поводу возврата денег. Значит, там есть страховка, страховая компания действующая, и есть банковская гарантия на выполнение этих услуг. Значит, поэтому сейчас в двух направлениях идет вопрос по возврату средств с этой компанией. Одно направление – это арбитраж с компанией, другое направление – это вот возврат по страховке и возврат по банковской гарантии. Значит, при этом программу по этим двум домам город Нерингере выполнил, выкупив дома на вторичном квартире, на вторичном рынке. А возвращаясь к тому, там заведено уголовное дело в отношении руководителей этой компании. Правоохранительные органы этим занимаются. А вообще в части ответственности, скажем так, и руководителей муниципалитетов, и части руководства строительных компаний, вообще вот велика ли, все мы видели, что случилось с запредельным регионом, скажем, руководителем, когда руководство страны посчитало, что оно проваливает программы именно переселения. Вообще ответственность какова именно включенных в данную программу и должностных лиц, и подрядчиков? Ну, по законодательству, в первую очередь, ответственность несет заказчик. Это муниципалитет? Да, это органы местного самоуправления, исполнители данной программы. Также ответственность, естественно, несет застройщик, то есть фирма, которая строит жилье. Поэтому ответственность несет наше министерство, как куратор данной программы, Министерство архитектуры и строительного комплекса. И, естественно, ответственность несет руководитель субъекта. Ну, вот так. А как вы, Павел Анатольевич, перспективы того, что вы будете, скажем, где-то в Горном или в Амге, хотя в Амге там все нормально, все выполнено, все хорошо. Ну, не секрет, что, да, самый главный номер один нашей республики сказал, вы назначаете ответственных, вот эти ответственные поедут и будут жить, допустим, в Нерингре или где-нибудь. Вас, наверное, имел в виду. Не только. Не только, да? И будете там жить, пока все, скажем, тип-топ не станет в части выполнения программы. Значит, да, глава республики поручил, значит, распределить ответственность персонально по районам, по муниципальным образованиям, по стройкам за представителями, значит, Министерства строительства. Вот, и буквально поручил жить и дневать, и ночевать до сдачи этих объектов. До сдачи этих объектов. Вы осознаете всю серьезность вот такого вот поручения? Да, естественно. Да, мы сейчас будем распределять ответственных по тем проблемным органам местного самоправления и, соответственно, туда направлять в командировку, для того, чтобы непосредственно контролировать на месте ход реализации данной программы. Повезло тем, которые будут контролировать город Якутск, поскольку, ну, еще раз говорю, судя по сайту фонда реформирования ЖКХ, три вот муниципальных образования стоят со знаком вопроса. Это не Ленингринский, а Вилючский, как я уже говорил, да, по которому, ну, фактически часть вопросов уже снята, да, и город Якутск. Вот давайте, мы ждем хорошего такого отчета того, что, каких-либо гарантий того, что все-таки программа будет выполнена, будет выполнена в срок, и что все нормально. Ну, у нас в городе Якутске общее количество аварийного жилищного фонда, который признан таковым до 2012 года, это 226 многоквартирных домов, в которых расположены 2038 живых помещений аварийных. Из общего этого количества на сегодняшний день расселено более 1800 живых помещений, то есть 85%, грубо говоря, выполнено. Для оставшихся 200 с лишним живых помещений заключены муниципальные контракты, ведется строительство, и вот ожидаем мы в июне-июле этого года. То есть к 1 сентября этого года мы программу уже закрываем. Вы до эфира упомянули о том, что, ну, указанные проблемы касаются, ну, в основном спорщиков, так называемые. Да, это рабочий момент. Споры в чем заключаются? Расселение жильцов, это же работа с населением, а население у нас разное. С людьми работать всегда тяжело. Да, тяжело. Грузчикам, да, тоже. Ну, да, бывают проблемные моменты, но они не такие уж и нерешаемые, несерьезные проблемы. Они решаются у нас в рабочем порядке. Это в основном проблема того, что люди хотят остаться в своем районе, хотя в этом районе строительство не ведется. Мы, ну, соответственно, переселяем в другой район, люди не согласны с этим, бывает. Но, ну, в конце концов, понимают то, что в их районе. Мы на вторичном рынке не расселяем, у нас только первичный рынок. Только первичный? Да, только первичный. Средняя стоимость квадрата на первичном для участников программы, например, там вообще есть требования какие-либо, что должно быть такое количество рублей? Придел, конечно, есть. Есть, да? Да, по всем муниципальным образованиям есть предельный объем. Вот для якутска вот эта цифра сколько составляет сообщащий? Ну, это у нас аукционами же закупаем помещение. 67 тысяч по этапу 2016 года. Не должно превышать. Да. Не должно превышать 67 тысяч за квадратный метр в новом доме. И много ли вот численно, если вы говорите, что пальцы можно пересчитать, это феврально, много ли таких недовольных? Приблизительно, да? Ну, приблизительно со всех расселенных жильцов, это 1800 жилых помещений, у нас таких около 20-30 только. Около 20-30. Да. Это семейки, получается. Ну, законодатель учел данный момент, то есть учел то, что все равно будут недовольны процессом переселения. И сделал так, что вот программа завершается в следующих случаях. Если гражданин переселяется, или если с этим гражданином начинаются судебные процедуры. Считается, что программа уже завершена. Даже если начинается, как вы говорите, судебная процедура? Да. Ну, судебные процедуры длятся довольно длительное время же. Могут длятся годами, человек может не переселяться, он может быть недовольным процессом переселения. И, ну, из-за этого, например, все мира одного не ждут же. Поэтому вот законодатель учел этот момент и... А вам не кажется, что это для того, чтобы не попортить статистику? Нет. Нет? Ну, все же... Это рабочие моменты, как уже сказано. Вот сколько процентов получается? Примерно один процент. Да, да. Не более одного процента. Ну, и под данного гражданина, который отказывается, и с тем, которые ведутся судебные споры, приобретена и ожидает новая квартира в новом построенном доме. Он сам не отказывается. Сам не отказывается. Вот не хочу, говорит, покидать насиженное место и все. Ну, хотя квартира приобретена, построена и ждет своего хозяина нового. Ну, дилемма такая сложная. То есть, вроде бы, и все, скажем так, подселено все, да, но человек туда падать на подселенное не хочет, да? Ну, бывают разные моменты. Абсолютно разные. Ну, а по городу Якутску? Вот все мы помним довольно-таки болевой такой момент, когда в поселке Житай в одном из домов, по данной программе, который был возведен, возникли... Ну, наледи возникали там люди... По двум домам, да. По двум 40-квартирным домам возникали такие моменты. Это объекты, так называемые, по системе ЛСТК, легкие тонкостенные стальные конструкции. Вот эта технология только начинала, начала, ну, применяться на практике в нашем регионе. И проектанты, и застройщики не имели опыта строительства. И, соответственно, допустили, ну, типовые ошибки, там, мостик у холода, некачественное исполнение утепления объектов, некачественное утепление цоколя объекта. И, соответственно, эти объекты были очень холодные. И, ну, нам повезло, что застройщики попались добросовестные, они не отказываются от исполнения своих гарантийных обязательств. И вот до сегодняшнего дня они исполняют свои гарантийные обязательства, каждый год доутепляют объекты, привлекают проектантов, чтобы они проектные решения принимали. И, ну, благодаря этому объекты потихонечку приходят в нормативное состояние. То есть там жить можно? Там уже жить можно, да. Там уже живут люди? Да. Ну, на самом деле, исключая этот момент, конечно, Жатая у нас является, ну, образцово показательным. Да, за исключением этих объектов. Участникам данной программы. Да, за исключением. Потому что конкретно по данной же программе там был возведен энергоэффективный квартал, который со всей России приезжает, чтобы посмотреть опыт нашего Жатая в деле внедрения энергоэффективных технологий в многоквартирных домах. Я сам там энное количество раз был, очень хорошо знаю и диспетчеризацию, и технологии, которые применены. Ну, остается только порадоваться, и остается порадоваться жителям Жатая, то, что и руководители муниципалитета, и вообще то, что, ну, скажем, вовремя подвернулась вот эта программа. Люди, на самом деле, там недовольных, наверное, нет. Там не говорят, наверное, ой, у нас слишком жарко там, или что-нибудь типа такого, и так далее. Ну, судя по тому валу информационного материала, мы назвали наиболее такие проблемные моменты, да, а вот давайте поставим такой флаг, да, и отметим лучшие муниципалитеты нашей республики, которые в деле выполнения данной программы, они оказались впереди всех. Ну, это те муниципальные образования, которые закончили реализацию программы уже на сегодняшний день. У нас закончили Жатай, у нас закончил Татинский Улус, у нас закончило, значит, порядка десяти, наверное, наслегов, в которых там наслега Намского Улуса, несколько наслегов, Баргонский, значит, в том числе, в которых было по одному-два дома. То есть они их построили своевременно, и они закончили, да, но есть и крупные муниципальные образования, которые исполняют программу. Допустим, хорошо, программа идет в Хангаласском Улусе, они идут без отставания, ежегодно там сдаются дома. Вот Жатай уже завершил свою программу, Татинский Улус завершил свою программу. В Якутске в этом году мы уверенно можем сказать, что программа будет завершена в срок, хотя здесь тоже достаточно большие объемы переселения. Значит, ну и есть ряд муниципальных образований, которые работают достаточно хорошо, но бывают срывы по тому или иному подрядчику. Вот, и иногда смотришь, один этап выполнен, второй выполнен, на третьем появился недобросовестный застройщик, есть проблемы, но следующий этап исполняется. Поэтому, в общем, работаем в напряженном таком хорошем графике. Надо сказать, что у нас уже на сегодня сдано 244 дома, в которых приобретены квартиры по переселению. 244. И если мы имеем небольшие, значит, вопросы по десятку домов, ну, с ними отрабатываем. У нас телефонный звонок, и говорите, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Вот если мы не согласны с адресом переселения, то мы можем ли взять деньгами, как вот говорится в статье 32 жилищного кодекса, рыночную стоимость разместить как выкуп? Ага, то есть деньгами вместо квадратных метров, да? Да, 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 да. Ага, вопрос понятен, ну, наверное, кланы, это, скорее всего, из якутской зоны. Ну, да. Ну, деньги же были выделены уже, и на эти деньги были приобретены живые помещения. А нельзя вот эти помещения перепродать потом тем, которым положено? То есть у вас нет просто механизма. Законодательство данные не позволяет. Да. Это, ну, органы местного сопровождения, это не частное лицо, не фирма какая-то, не коммерческая ресторанка, которая может взять и продать на следующий день квартиры. Угу. Это муниципальная собственность, их сложно просто так взять и реализовать. То есть, товарищ телезритель, который только что сделал телефонный звонок, четко и ясно дан ответ. Закон, есть закон, остается только выполнять его требования, и по данному закону не может муниципальное образование, скажем, заниматься коммерческой деятельностью по продаже недвижимости. Да. Получается так. То есть деньгами вам остается только, получается, остается только соглашаться? Есть вариант получения компенсации по рыночной, по оценке рыночной стоимости аварийного жилья. Но, как правило, аварийное жилье имеет низкую рыночную стоимость, поэтому собственники жилья предпочитают получить квартиру в новом доме, в новом каменном доме. И самим заняться уже. И уже там самим заняться. И самим заняться уже. Реализация вот этих квадратных метров. И еще один телефонный звонок, говорите в эфире. Говорите. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот вы говорите по городу Якутску, вроде бы, как завершается переселение. А как же 17-й квартал? Ну, вот к этому вопросу надо вернуться. Отдельно, да? Отдельно, да. Вот я уже, ну, мы рассказываем про тот этап программы, который охватывает аварийное жилье, признанное до 1 января 2019 года. До 1 января. На самом деле, глубина проблемы, она несоизмеима. То есть мы сейчас, напрягши все силы, работаем, все регионы абсолютно, да, под чутким контролем руководства страны, работают над программой выполнения переселения из ветхого аварийного жилья. Но есть нюанс, да? Вот все вот эти список, которые вошли, они вошли в список по состоянию на 1 января 2012 года. Совершенно верно. Прошло 5 лет. И насколько преумножилась вот данная проблема? По другим субъектам я не могу сказать. Конкретно по нашему региону. По нашему региону такого жилья на сегодняшний день признано непригодным для проживания более 1 миллиона квадратных метров. Я могу немножко конкретно сказать. Да, конечно, вы не спрашиваете. 1 миллион 30 тысяч, да? Значит, давайте скажем так. Значит, на сегодня по республике признан 1 миллион 72 тысячи квадратных метров аварийного жилья, признанными после 1 января 2012 года. И надо сказать, что в целом по всей Российской Федерации признано всего 9 миллионов 400 тысяч. Одна девятая часть у нас? Да. На сегодня вот данные статистики на прошедшем госсовете были озвучены цифры. Все регионы занимаются, значит, признанием аварийного жилья и для того, чтобы сформировать новую программу. Новая программа предполагается, что она начнет действовать с 2019 года. На прошедшем 4 мая госсовете правительству Российской Федерации Минстрою было дано поручение разработать основные подходы, разработать законодательную базу до середины 2018 года и до конца 2018 года принять соответствующий закон, чтобы с 2019 года начала действовать новая программа по переселению. И в эту программу в целом на сегодня в реестре, который, как Павел Анатольевич говорил, до сих пор еще пополняется, в целом по России 9 миллионов 400 тысяч квадратных метров. Из них по Якутии уже на сегодня 1 миллион 72 тысячи квадратных метров жилья, признанных аварийными. Поэтому завершение данной программы и переход к следующей программе являются на сегодня очень важным делом. Тем более, значит, руководство республики сейчас принимает решение вот этот год, который будет 18-й год, значит, продолжить программу, но уже за счет, значит, собственных средств. Ну, то есть не останавливаться. Не останавливаться. Не останавливаться. Перерыв не делать, как по всей России, а у нас в 18-м году мы продолжим за счет средств нашего субъекта. Средств нашего субъекта. Интересно получается, все-таки масштаб осуществляемой программы примерно такой, и в разы больше получается тот завал, который предстоит еще окунуться и муниципалитетам, и регионам, и вообще стране в целом. А готовы ли муниципалитеты, готовы ли подрядчики, готовы ли регионы к очередной пятилетке, получается? Насколько готовность такая? Ну, вот когда программа только с 13-го года, когда начиналась, мы абсолютно не были готовы к реализации данной программы. И этап 13-го года у нас был провален. Вот по городу Якутску, например, точно был провален. Ну, в Нерюнгере этап 13-го года даже и не приступали, потому что они абсолютно не были готовы к реализации. Естественно, мы к таким объектам, нам довольно-таки сложно сейчас прогнозировать. Давайте, Павел, мы перейдем вот к этому о готовности всех. Еще один телефонный звонок мы выслушаем и начнем с его, как с отправной точки следующего блока. Говорите в эфире. Алло, здравствуйте. Да, говорите быстро очень. Ага, вот я насчет вот кварца, вот Сайсар, да, вот застройщик ООВЗТА должен снести наш дом вот до 23-го года, да. Вот если вот он сносит, то на каких условиях вот спросить будет? Квадрат на квадрат или вот, как, разве рыночная стоимость, ну, моей квартиры или как? Все ясно, понял. Условия сноса и с этого вопроса мы... И у нас в завершении второго блока был вопрос, который горожанин из Сайсар задавал насчет условий сноса. Вообще, это, конечно, к нашей сегодняшней теме отношениями, но комментарии... Ну, да, это отношение к программе переселения не имеет. Это коммерческий снос. Скорее всего, там был заключен договор о развитии застроенной территории. И зависит, во-первых, от возможностей застройщика. Все это регламентируется 32-й статьей жилищного кодекса. И размер возмещения должен быть достигнут с соглашениями сторон, получается, у нас. У такая-то застройщика, да? Да. Вообще, вот по застройщикам хотел бы вопрос задать, прежде чем вернуться к тому моменту, который мы обсуждали. Готовы ли все муниципалитеты, регионы и так далее, очередной пятилетки. Вообще, по результатам выполнения данной программы, много ли людей получат медаль за образцовое выполнение, допустим? Ну, я шучу, конечно, фигурально опять же. Ну, благодарность, конечно, будем раздавать тем добросовестным застройщикам, которые своевременно и с надлежащим качеством построят жилье по данной программе. И раздаем. Они составляют большинство, я надеюсь. Ну, да. Большая часть, конечно, у нас являются благонадежными застройщиками. Но есть и неблагонадежные. Которые выявились в ходе выполнения данной программы, да? А что с ними будет? Ну, по ним, естественно, во-первых, при расторжении контракта это попадание в черный список. Они уже не смогут участвовать в аукционах, получать подряды. И если есть нецелевое использование средств, отвлечение средств, то это уже сфера уголовного, там, рассмотрение уголовного, сферы уголовного законодательства. То есть ответственность неминуема? Неминуема, да? Ну, естественно, да. Ага. Хорошо, мы возвращаемся к тому, и еще одна деталь, которая. А вообще, вот применение аукционной системы в данной программе, вот как вы считаете, вот положа руку на сердце, давайте, может, немножко объективщины. Ну, оправдано оно было или нет все-таки? С точки зрения, естественно, экономии бюджетных средств, с точки зрения выявления тех предприятий, которые, ну, в нужный срок построят объект, ну, это оправдано. Но с другой точки зрения... С точки зрения качества? С точки зрения, да, ну, и снижения, бесконечного снижения цен, при этом качество у нас, естественно, падает. 44-й федеральный закон имеет, ну, как палка о двух концах, так сказать. Все имеет обратную сторону. Не во всех муниципальных образованиях, если, допустим, в городе Якутске много застройщиков, и здесь есть реальная конкуренция, значит, есть желающие, кто хочет строить, то есть муниципальные образования, где у нас зачастую и нету застройщиков. И, получается, без конкуренции выходят не всегда адекватные компании. Угу. А нет ли преференции вот именно конкретно к республиканским компаниям? Вот, допустим, в случае, как было с Нелингрей, заходит московская компания. Можно же было сделать взгляд в сторону и наших местных? Нет, законодательство это не позволяет. Не позволяет. То есть, фильтры какие-то включать невозможно. 44-й федеральный закон, торги идут на торговых площадках электронных, поэтому участвуют и с других регионов. И у нас еще один телефонный звонок, давайте мы выслушаем. Говорите, в эфире. По Белебино, 41, вот, 1974 года дом стоит. Будут ли поселы геологов это сносить? Белебино, 41. Ну, конкретно по адресам я сейчас никакой конкретной информации не могу сказать, потому что я, во-первых, должен уточниться со списком аварийных домов, когда они были признаны аварийными, или вообще были ли признаны аварийными, и только после этого дать конкретный ответ. Поэтому могу порекомендовать гражданке обратиться в департамент жилищных отношений. Или самой проверить на сайте фонда реформирования ЖКХ. Кстати, очень хороший сайт, и в информационном плане, и вообще следует более чаще, скажем так, обращать внимание, вот, конкретно это. И, все-таки, с завершающей точкой. Условно будем считать, что 1 сентября мы встретили, да, условно. Вздохнули, кто-то съездил в отпуск и так далее, и так далее. Ну, как говорит Павел Анатольевич, республика не остановит программу в данном направлении. Но это и угроза наши говорит. Да. Нет, как вы сказали, факт того, что вы подтвердили факт того, что республика не остановится уже, и никаких перерывов до 2019 года и так далее делать не будет. То есть программа будет продолжена своими силами, уже без участия в федеральных денег, да, получается. И когда в 2019 году придет черед второй программы, второй, скажем, второго переселения народов, вот давайте, какие моменты вы бы хотели бы защитить, возможно, которые вы получили в ходе выполнения первых программ? Ну, во-первых, мы перед федеральным центром поставили ряд таких постановочных вопросов, как, например, у нас этап длится в течение двух лет, строительный этап, по текущей программе. Этих двух лет нам не хватает. Ну, в городе Кутске, например, если хватает, то в Абийском Устье трех лет действительно не хватит. Силу объективных причин? Силу объективных причин, там автоземники, сроки действия автоземников, сроки действия навигации, артистской навигации, строительные материалы доставляются в течение одного года, двух лет. И поэтому мы поставили вопрос о том, чтобы этап у нас длился не два года, а три года. Этот вопрос нам обещают рассмотреть и принять по нему решение. И это все, чего попросит республика? Ну, это основное то, что мы просим. Также мы на сегодня просим поднять стоимость квадратного метра. И на сегодня мы, значит, защищаем и госэкспертизе Российской Федерации, и Минстроя. Обосновываем стоимость того, что у нас стоимость квадратного метра значительно выше, чем по Российской Федерации. Еще один телефонный звонок, люди все-таки звонят, интересуются. Говорите в эфире. Здравствуйте. Я бы хотела спросить. Я стояла на учете в департаменте жилищных отношений, и меня сняли с учета. Имеют ли право они? Ну, конечно, это не по теме, но у нас, поскольку представитель Джо присутствует... Конкретно с какого учета? Вы в эфире еще? Конкретно с какого учета? С жилищного. Ну, никакой конкретики. Не добавила. Да, специалист департамента жилищных отношений. В данном случае в постановке вопроса, никакой конкретики. Речь идет, наверное, об общей очереди. Об общей очереди, да? Общей-городской, да? Да, общей-городской очереди есть. Общей-городской. Ну, с общей-городской очереди может снять только общественно-жилищная комиссия. И у этой комиссии вы можете запросить выписку с протокола, по каким причинам ее сняли. Ну, и ознакомиться. То есть функция Джо держать эту очередь, скажем так, на контроле, следить за выполнением... Ну, критериев. Да, критериев. А непосредственно в формировании самих списков, да, в самой очереди, подключены уже какие-то общественные функции и общественные организации, да, получается? Нет, ну, человек... Это заявительный характер. Человек обращается с заявлением, прилагает пакет документов, и вот общественно-жилищная комиссия рассматривает. И, ну, постановка в учет, или отказ постановки в учет. Общественно-жилая комиссия, так что... Выписку надо попросить с протокола. Да, это применительно к конкретно последнему вопросу. Все, больше звонки, наверное, не принимаем. И хотелось бы все-таки еще раз, поскольку у нас две минуты буквально остается, да, прогноз мы уже составили. То есть, ну, в целом программа по республике будет выполнена. Несмотря на наличие каких-то определенных моментов, которые могут вызвать, скажем так, легкое беспокойство. Ну, в целом, по республике, у нас есть уже муниципалитеты, которые уже выполнили, и оставшийся срок, скажем так, вот эти... Сколько? Три месяца остается, да, получается? Да, чуть больше. Чуть больше трех месяцев остается. Все остальные муниципалитеты подтянутся, и срок с надлежащим обязательным качеством, и выполняя все требования данного закона, вся программа будет, надеюсь, очень выполнена. И, Павел Анатольевич, все-таки, как представитель Минстроя, который курирует данную программу, тронное завершающее слово. Я не готов к этой речи. Может, вы скажете, что ли? Ну, я бы хотел сказать, что человек не должен жить в плохих условиях, поэтому государство вот такие предпринимает шаги, чтобы обеспечить надлежащие качества жизни гражданам. И, ну, государство в лице федерального центра, в лице субъекта, в лице органов местного управления. И наша задача, вот эту поставленную перед нами большую задачу, выполнить в надлежащий срок и с хорошим качеством. На самом деле, функция очень даже ответственная доказать многим-многим жителям, которые вынуждены были жить в ветхом и аварийном жилье, о том, что государство не оставляет их один на один с их бедой, не оставляет их со своими проблемами, как бы, не предоставляет самим себе. И вот именно эта функция, функция того, что патроната государства над различными процессами, в том числе и над качеством жилья, в которых проживает та или иная семья, это, я считаю, очень ответственная задача, с которой за оставшееся время я буду очень надеяться, как и многие другие, то, что все отлично справятся. Увидимся ровно через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok